Праздник 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 Где сейчас идет стройка Во дворе Бывшего Ресторана «Медведь» И вот что интересно Бог Велес А он Миряне Они его считали Прежде всего покровителем Да, это покровителем животного мира Но во главе всего животного мира У нас В наших краях Был медведь И они ему поклонялись Как медведю И живой медведь был У них там Где-то вот в клетке сидел Почему его выпустили на Ярослава Вот То есть кроме вот этого идола Был еще и живой медведь Вот То есть это Бог Велес Это прежде всего медведь Раз в году Миряне Выбирали себе Женщин Женщины И они могли поменять себе Женщины Также женщины Могли поменять себе Мужчины Вот год прошел И на Ивана Купала Они могли поменять себе Своего Так сказать Любовника Любовь свою Или как это называть И Ярослав сказал Я приду Вот А женщина Эта женщина Ему Придупредила Если ты не придешь На Ивана Купала Ты меня никогда не увидишь Потому что Раз Люди знали Что он интересуется Этой женщиной Что он имеет интерес к ней Конечно Она знала Что ее Именно ее и отдадут Именно ее и выберет Бог Велес Ну выбирал В общем-то Именно ее выберет Бог Велес Вот И когда это случилось Он чуть-чуть Немножечко Запоздал И когда это случилось Вот он Конечно Здесь уже Разошелся Вот А с девушкой Ее значит Выпустили медведя И она Она Стояла И уже Все пары Разобрали Вот Она Отошла Она Она не хотела И вот Выпустили медведя И он на нее напал Ну медведи Огромный, здоровый Медведь напал И в это время Подъезжает вот Ладья Ярослава С его Дружинниками И они успели Значит Его медведя Успели Они убить И он так Разозлился Он так В такой ярости был Что он повелел Вот снести Это капище Низвергнуть Этого Велеса И чтобы здесь Поставить Христианскую церковь И вот Самая первая церковь Она может быть Не первая Она может быть Вторая Вот Потому что Одна из первых Еще была церковь Ильи Пророка Вот эти две церкви Это самые первые Церкви Вярославли Вот И они Иначе А церковь Ставили Я называю Обыденная Обыденная церковь Обыдень В один день Ставили Вот И вот Когда снесли Этого Велеса Поставили церковь Тут же поставили церковь Церковь Власия Почему мы знаем И вот Поэтому Мы знаем Где находился Велес Где находилось Его капище Потому что На этом месте Была церковь Власия И церковь Власия Дожила До 30-х годов 20-го века Ее Снесли В 37-м году Взорвали А на ее месте Поставили Такое Такое Сооружение Сталинского Типа Гостиница Трехэтажная На трех или четырех Трехэтажная По-моему С высокими потолками Так как Архитекторы Раньше Любили это делать Значит Все это Громозное Такое Помпезное Вот А на первом Этаже Ресторан А назвали его Медведь Мне это было Очень интересно Причем Я нашла еще Материалы Иностранных Как это сказать Зарубежных Источников Они очень много Говорят О Ярославе О его И о его Первой жене И о его Значит Второй жене Шведской Принцессе Ингегерт О его сестре Предславе Много Многого Нет В летописях Летописи Наши Не любят Писать О женщинах Ну Наши монахи Они же такие Знаете Вот Они Не любят Женщин Они считают Женщина Это сосуд Греховный Женщина Это то Что может Соблазнить Мужчину Вот И Вообще О женщинах Мало-мало Пишут В основном Это В основном Герои Летописи Этой Мужчины Ну уж если женщина попала в летопись Это значит Это была необыкновенная женщина Вот И поэтому Есть такие женщины Которые О которых я в общем-то писала Среди них есть такая женщина Как княгиня Ксения Наша ярославская княгиня Не знаю почему Ее Никто Никогда О ней не говорит Но это уже начало 13 века Это нашествие Батыя Это когда был сожжен Ярославль полностью И был убит ее муж В битве на Ситии И когда они из лесов Вот вернулись На это место На Попелище Из Попелища Она стала возводить Этот город Вот И Она очень долго правила Этим городом И когда Ярославль Ярославль Почему они ничего не говорят Мне не понятно А ярославль Медвежий угол Его называли То есть тут был культ медведя И называли его Медвежий угол Да Вот И почему угол Потому что видно Что это стрелка Вот И что медведь Медведь правит Собственно Этим углом Этим Этим территорией Ярославль стал просто Таможенным пунктом Если раньше Значит Миряне нападали На корабли Которые шли по Волге Их грабили Значит Уносили Все Значит Себе То сейчас После Ярослава Ярославль стал просто Таможенным пунктом Подъезжали корабли Платили таможню Какую надо И спокойно уходили Дальше в Новгород То есть Он здесь навел порядок В этом отношении Вот И конечно Город поэтому Стал развиваться Потому что Деньги Значит Пошли здесь И другие Другие там товары Вот И благодаря Ярославу Город конечно Стал развиваться Одно Из первых церквей Конечно Была церковь Ильи Пророка То есть Они как только Поставили свои дома Вот Ну избы Избы деревянные Где им надо было Где-то жить Вот Дружине Ярославой И тут же поставили Обыденную церковь Ильи Пророка Вот Это был Это был такой пророк Такой святой Которому Ярослав Поклонился И не случайно Что он назвал Своего сына Ильей Вот понимаете Вот все сходится Вот Как бы там ни было Вот как бы Не пытались Укрыть Вот эти Моменты Наши летописцы Но это на самом деле Так Раз он приехал В Новгород Уже у него сын Илья Названый В честь Ильи Пророка Вот И вероятно Первая церковь Была вот Церковь Ильи Пророка В Ярославле Маленькая церковь Деревянная Много раз горела И только В середине 17 века Она стала Вот такой Большой Красивой И в общем-то Жемчужиной Города Ярославля Вот поставили памятник Волкову Волков А кто такой Волков А Почему Волков А Волков Это фамилия Его от чего пошла От сына Волка Вот Здесь у меня Присутствует Такой персонаж Оборотень Волк Оборотень Я его еще Я еще про Волкова Не думала Но этот волк Оборотень Он у меня Присутствует Здесь Влюбленный В Рину И который Ее спас Потом Увез Вот Ярослав Не смог Ее спасти А он Ее увез Оттуда Утащил Вот И с тех пор Я пишу И на Руси И Возникли сказки О волке Который Несет на себе Прекрасную Женщину Прекрасную Принцессу Или там Женщину Вот И вдруг Значит От волка До волка Он действует Значит Потому что Виллис Он же покровитель И медведи И волка Зайцы Лисы Кого угодно И вот значит Волк Появляется Волк И вдруг На том месте Где было капище На том месте Где люди еще А возле капища Еще водили И хороводы А возле капища Еще были Какие-то у них Театральные Действия Вдруг Появляется Театр На том месте Где эти вот Древние люди Они Это все делали Сами Вдруг появляется Театр И вдруг появляется Сын Волка Волков Но самое-то Интересное Что когда его Когда этот памятник Ставили Авторы памятника В это время Приезжает К нам Ярославль Мессинг Мессинг Он приезжает К нам Ярославль И ему Предлагают Снять С его лица Маску И если хотите Знать Вот это лицо Федора Волкова Это лицо Мессинга И если хотите Знать Это единственный Памятник Мессингу Вот Мессингу А что такое Вольф Мессинг Вольф Мессинг Вольф Это волк Когда я писала Эту книгу Вдруг Пришла такая мысль Вот Разрешите я там Немножечко Здесь Есть такой отзыв Вот Не отзыв Письмо Ко мне написал Известный писатель Наш Это Алексей Ивин Ивин Я просто хочу Прочитать Немножко Чуть-чуть Наконец-то Удалось прочесть Мудреных жен Роман очень хороший Вы вообще чудная У вас там в Ярославле Родился такой же колдун Кузьмин Полуфранцуз Полуцыган И вы чем-то на него похожи В том смысле Что много странного Мистического Загадочного И жестокого В вашем творчестве Вы написали Замечательную вещь Вот Ну и там дальше И вот некоторые Соображения О вашем колдовском романе Роман конечно Даже пожалуй Модернистский Он показался мне Интереснее Чем Александр Невский Но дело в том Что я просто Вхожу Во вкус Вашей романтики Будьте здоровы Вот такой вот отзыв И почему он пишет О колдовском Моменте таком Потому что Понимаете Вот иногда Посещают Не то что мысли А целые Я не знаю Целые такие И не фрагменты А просто вот Куски какие-то Вот знаете Вот вырванные Из какой-то далекой Далекой памяти Вот И почему они Меня посещают Я не знаю Музыка Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова